Приветствую вас. Смотрите, вы пишете, что тоже не можете избавиться от злобы, ненависти и неприятника одному человеку. Да? Она является родственницей вашего мужа. И при этом вы пишете очень много про то, что вы бесхарактерны и что вы помогаете ей и так далее, и так далее, и так далее. Потому что ваши родители, они тоже, видимо, такие же, да, совестливые и так далее. С точки зрения психологии это называется родительский сценарий, когда человек повторяет поведение своих родителей и, соответственно, имеет те же проблемы, что и родители. Но вам сейчас нужно постараться понять следующее, что какими бы не были ваши родители, что бы плохого они для вас не делали, вам не делали, я уверен, что они вас любят и хотят вам счастья. И что бы ни случилось, что бы ни произошло, вам самой сейчас нужно нести ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Хотя бы ради ребенка. И начинать нужно принятие себя и с личной границы. Принятие себя это то, что вы, когда кому-то плохо пытаетесь помочь, то есть вы пытаетесь приобрести свою значимость. А таким образом, если вы пытаетесь приобрести значимость таким образом, значит, внутри вас стопа, вы пытаетесь через других людей получить то, что вам нужно. Именно это стимулирует вас к тому, чтобы взаимодействовать и помогать. Даже несмотря на то, что вы человека не принимаете, даже несмотря на то, что вы человека не воспринимаете и ненавидите его. Второе. Следует отметить, что ваша ненависть, злость и так далее не связана с самим человеком. То есть то, что сказала она, родственница мужа, это, ну вы же понимаете, да, что вряд ли это предсказание, вряд ли это какое-то пророчество было и так далее. Просто так совпало. Вполне возможно, что она знала действительно то, о чем говорить и как бы просто сказала это в такой вот не очень позитивной форме. Другое дело, что вы, ну почему вы тогда не обратили на это внимание, не ходили к врачу, не попробовали как-то это подкорректировать, это уже другой вопрос. Далее, то, что вас раздражает, ее наглость, нахальство и так далее, это опять же имеет корни в вашем собственном восприятии. Ибо дело здесь все в том, что вы хотели бы, вероятно, в чем-то быть похожей на нее, ну в чем-то, не обязательно во всем, но в чем-то вы хотели быть похожей на нее. В чем именно, да, в чем именно? Ну, скорее всего, именно вот в том, что как она реализует свои желания, да, как она там, например, добивается того, чего хочет. То есть вы именно ей завидуете, завидуете вы ей именно потому, что вы не такая. То есть злоба, ненависть и неприятность вызвана тем, что вы хотите быть другой. Здесь там, знаете, некая противоречия. Так, что вы говорите, что вы не можете измавиться от негатива к одному человеку, но при этом говорите, что у вас обиды на родителей. Возникает мне вопрос, это к одному человеку или не к одному. Как бы родители на вас не влияли, значит, как бы они не мешали вам и так далее, сейчас, сейчас только вы сами ответственны за свою жизнь. И только вам самой нужно решать, как она будет, ну, дальше развиваться. То есть можно сколько угодно обвинять родителей в том, что происходит, можно сколько угодно обвинять родителей и говорить, что это они виноваты. Но для вас в этом не будет никакого смысла, потому что, как бы не были родители виноваты в том, что вы такая, все равно, как бы вы не изменитесь. Если вы хотите измениться, то именно вам нужно это делать. То есть не лелеять обиду на родителей, а именно стараться делать что-то самое для того, чтобы в итоге, чтобы в итоге жить счастливо. Хотя бы ради своего ребенка. Ведь ребенку нужна счастливая мама. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это принятие себя, потому что сейчас вы себя очень сильно обвиняете, считаете, что вы бесхарактерная, плохая и так далее. Вот подобное непринятие себя обуславливает то, что у вас отсутствуют личные границы, потому что если вы не принимаете себя, то, соответственно, вам нужна компенсация. Ну, компенсация вот именно тех моментов, которые вы себе не принимаете, а для этого нужны, соответственно, другие люди. Вот. И таким образом можно говорить о том, что принятие себя – это первая ваша основная задача. Для этого нужно, чтобы вы выписали те качества, которые вы себе не принимаете, чтобы вы аргументировали это, то есть почему вы это в себе не принимаете, почему эти качества вы считаете в себе плохими. Именно почему, откуда негативный заряд определенного качества. То есть, ну, вам же кто-то сказал, что он негативный. Вы вряд ли сами к этому пришли. Либо вы считаете, что это качество вам вредит. Хорошо, если оно вам вредит, тогда просто нужно поступать по-другому. Но вы же по-другому не поступаете, значит, что-то заставляет вас наступать на одни и те же грабли. Какой-то блок происходит, какие-то желания движут вами. Понимаете, да? Дальше нужно, чтобы вы выписали свои положительные качества. И после того, как отрицательные и положительные качества будут с вами сформулированы, необходимо, чтобы вы к каждому качеству, им как положительным, как и отрицательным выписали противоположность. Вот противоположность. То есть, так сказать, темную сторону или светлую, в зависимости от того, какое качество. И тоже аргументировали это. Это вам, так сказать, задание на принятие себя. То есть, там, в принципе, дальше тоже следует определенная работа, но эта работа уже проводится вместе с психологом. Тогда так. Дальше. Исходя из того, что вы считаете всеми хорошим, то есть полезным и плохим, то есть вредным, вам необходимо выстраивать свои личные границы. То есть тогда вы не будете впускать людей слишком в свою жизнь. Вот. Но, если вы не определите, что стоит за потребностью впускать людей в свою жизнь, то, как бы вы ни старались, ситуация, ну, вряд ли поменяется. Потому что, вами, вами будут двигать те же самые желания, поскольку вы знаете, как эти желания легко удовлетворить. То, соответственно, вряд ли вы так просто поменяете свой алгоритм реализации этих желаний ваших. Вот. Далее. После того, как вы определите потребности, которые вам не двигат, то есть, что вы хотите, собственно говоря, можно будет подумать о том, как можно эти потребности реализовать. Но только другими способами, другими путями, например, и так далее. Это также очень важный, на мой взгляд, момент для вас. Вот. Дальше. Следующее задание, которое вам нужно будет сделать, касается того, чем вы руководствуетесь при принятии того или иного решения в своей жизни. И я имею в виду, что если вы, например, принимаете решение, ну, допустим, сделать что-то для человека, то чем вы руководствуетесь? То есть, кто говорит вам принять это решение? Ведь не вы же этого хотите, если вы говорите, например, что ваши родители совестливы, и вы ведете себя совестливо тоже, как и ваши родители. То есть, соответственно, много вещей, которые вы делаете, которые вы делаете, вы делаете именно потому, что так, ну, например, сделали бы ваши родители. И именно поэтому у вас на них обиды, потому что вы делаете так, как хотят ваши родители, но при этом, в общем-то, совершенно не обязательно, совершенно не факт, что это идет на пользу. Вот, значит, здесь для начала нужно так. В скольких случаях из десяти вы поступаете не по-своему, а так, как хотят родители? Почему? Почему? Так, как хотели бы родители. Почему? И чего в этот момент хотите вы, и чего в этот момент хотят ваши родители? Как бы, ну, для чего бы они поступили так, как вы поступаете? То есть, это задание такое, знаете, связанное с понятием психодрамы. То есть, можно говорить о том, насколько вас определяют другие люди в отношениях, с окружающими. То есть, вот, то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, то, что вы, ну, то, как вы строите отношения с людьми и так далее, определяете вы или определяют другие? Если другие, то кто? И почему? Ну, это очень важно для того, чтобы вам начать все-таки самостоятельно выстраивать свою жизнь, а не через обвинения, там, этой женщины, родителей, своих бедок. Понимаете? Вот. Обвинение, обвинение, по сути, это избегание. Вот как вы обвиняете эту женщину в наглости, так вы избегаете всего-навсего того, что вы хотите быть такой же, не обязательно наглый, просто более свободный, но не можете. И родители точно так же вы обвиняете в том, что, например, вы не реализовались. Но, простите, ответственность за то, что вы не реализовали, ваша, ваша ответственность. Ответственность за то, что вы родили больного ребенка, чья ваша, не этой женщины, а ваша. Температура ведь у вас упала не из-за нее, правильно? Но вы этого не принимаете. И раз вы не принимаете себя, и ваш ребенок принять себя не сможет полностью, а ему это нужно для его дальнейшей жизни. Если вы хотите, чтобы он был счастлив, конечно, в твоей жизни. Вот. Ну, если вы переживаете за него, значит, наверное, хотите, чтобы он был счастлив. И тогда, чтобы ваш ребенок был счастлив, если вы его любите, вам нужно перестать обижаться. Раскрыть стоящие за обидами чувства, которые сигнализируют вам о том, что нужно что-то менять в своей жизни, сделать это, отпустить обиды. И тем самым, действуя уже по жизни своим собственным разумением, учить своим примером ребенка поступать так же. Потому что я уверен, что и вы страдаете от того, что с вами происходит, и ваш муж тоже, ну и, соответственно, ребенок. Вот. Так что все возможно. Сейчас вы пребываете в состоянии шерсти, потому что не берете ответственность на себя за то, что делаете. Вот. Но стоит только взять ответственность, понять, что вы можете сделать, и все, ситуация пристанет быть такой безвыходной. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.